Вот уж действительно, непознанное рядом. Может быть, стоит откроть в этом селе своеобразную курортницу для творческих людей, чтобы они там черпали вдохновение. Но, ты знаешь, Галя, вот сейчас к нам присоединяется гость, который в такой терапии не нуждается. Итак, Аблхарей Абдрашев. Здравствуй, Аблхарей. Добрый вечер. Саживайся. Вот с таким инструментом он к нам пришел. Вообще, выбор инструмента, он, наверное, исходит от того, хочешь ли ты вообще заниматься как бы музыкой. Если, вот есть два банальных тем, когда говорят, когда тебя заставляют заниматься музыкой, а второй, когда вот ты хочешь сам, когда у человека есть свое стремление заниматься музыкой. Вот у меня дед, известный поэзжер, Расхан Абдрашев, он сам играл когда-то, ну, играл сам на дамбре. И вообще я рос, вырос с дедушкой, с бабушкой, и как бы они меня воспитали. И когда я сидел, играл с мячиком, помню, вот бывают такие, и я помню, что вот играл с мячиком, и в кабинете дедушка играл на дамбре, как-то я зашел, и он начал меня учить, там, вот. То есть твоим первым учителем был дедушка? Был дедушка, да. А потом как-то ты уже стал получать образование специальное? То есть ты пошел в музыкальную школу? Пошел в музыкальную школу, как, да, все нормальные музыкальные, как все профессионалы. Ну, хотел бы учить профессиональное музыкальное образование. И сейчас я учусь, как бы, демошей номер один, имени Амеря Хошаубаева, уже последний класс. Сейчас готовимся к концерту своими, сольными. Вот такой известный дедушка у Абу Хаира, да? Да, я знаю, что есть какое-то стихотворение, да, посвященное? Да, которое я хотела прочитать, нет? Пожалуйста, пожалуйста. Вақыт Кабеш, на казахском. Эй, вақыт, домалатқан жер шарын, Кабағыңа қарай-ғарай шаршадым, Исып-суоп, мыздап-сыздап жекемнен талшықтарын түтіп біттің қаншамын, Сағатыңа бірсеткеде жоқтыным, Сағам бірде аштығым, мен тоқтығым, Кұл бұрауды салсаң бірде тақынға көкірегімде шыңғырады көп құлын. Енді бірде шалғытыпта тастырып, Ес-сүст-сүст-сүст есіртесің мас қылып, Енді бірде езіп тұрып, ең темді қайғыртасың қаратаспен бастырып, Енді бірде бұның қалай дегізбей, Еркелейсің еншісі бір егіздей, Енді бірде секіртесің сайтандай, Енді бірде өкіртесің өгіздей. Табиғат бен бірге тудық тұлсақ, Адам мұңғы емес пұңғой құршақ, Таны редім, таны редім, Мен сені тұржалан ашқатар тұрып жуынсақ, Қазір сенде ұқтиярды ұрық бар, Биле келе жүгір жүткі жүріп қал, Сенде маған күріптарсың бәрібір, Мен де саған болсаң қандай күріптар, Аптығасың алдартыңды аңдамай, Ашыласың шашыласың таңдамай, Түрікезде бағалай білсен мені, Түрікезде бағаласам мен қалай, Мінезің бар, мінезің нен сайқалдың, Жұнқырасың азғымрын бейқамның, Күнсіз болар күніңгелер мен ішін, Вот я так и слышала какое-то сопровождение. Что для тебя музыка? Когда я, например, расстраиваюсь или веселюсь, Я вот беру, например, дамбру, У меня даже есть сочинение, Когда вот ушел от нас дед, Я начал сочинять произведения, Именно посвящал деду, Именно после этого у меня пошли произведения, Вот сам начинал сочинять, ки, как бы. И вот музыка эта, я с ней, И когда мне весело, когда мне грустно, Я именно с ней. Как бы это мой второй друг, Это мой второй я. Скажи, как появилась эта дамбра у тебя? Давно ли она у тебя? У меня это уже седьмая дамбра. А, седьмая дамбра. А здесь даже есть маленькая роспись, Которую я всегда хотел сделать на дамбру. И ты сделай. Как такой знаменитый музыкант. А это как бы Абль Хайер, Рэ это мой отец, Жэ это мы наш дед. Вот нас соединяет, вот наш троц. То есть получается у инструмента, Как и у человека есть своя история. Своя история, да. А вообще, наверное, действительно, У каждого инструмента есть своя история, Свои традиции. С инструментами связаны даже, видимо, Какие-то судьбы людей. Вот о том, как развиваются инструменты, О музыкальных, казахских, музыкальных, народных инструментах, Наш следующий сюжет. Национальная казахская музыка прошла долгий путь развития. В жизни казахов музыка занимала особое место. С ней в аул приходили и радости горе, В музыке выражали мысли чувства, Ею лечили раны и успокаивали душу. Казахские аулы славились, И впрочем, славятся и сейчас, Талантливыми певцами, композиторами и акынами. Наши предки заставляли заиграть Семи красками степи и голосом жаворонка Любую веточку дерева, Придавая ей неповторимую форму инструмента. Один из древнейших инструментов Называется сассернай. Это VI век. Такие инструменты были найдены в Таразе, В Актюбе. Изготавливаются из глины Размером утиного яйца или гусиного. В Республиканском музее Национальных музыкальных инструментов Более тысячи экспонатов И около 40 музыкальных инструментов. Среди них домбры Курмангазы, Мохамбета, А также знаменитая домбра Дины Мурпиисовой. Среди экспонатов самые древние, Сохранившие свой первозданный вид Сассернай, Дунгершек, Уильдек VI века, Адерна X века. Малоизвестный вот шертер, Например, Инструмент шертер VI века, Он очень похож на Кобыза, Тем, что вот нижняя лицевая часть Закрыта мембраной кожей. Верблюжий в основном Используется верблюжий Или козлиная шкура. Калкобоза звучал впервые В восьмом веке. Изначально это был инструмент шаманов. Он имел две струны И выглядел примерно так. В древности Калкобоза Еще называли Куркатата, Что в переводе означало Пугающий дед. В советское время Кобыз занял место Оркестрового инструмента. В сороковых годах Прошлого столетия С целью обогащения Оркестровых красок Ахметом Жубановым Была внедрена третья струна. Десять лет спустя Эксперименты По усовершенствованию Инструмента продолжились. Бывший директор музыкальной школы Имени Куляж Байсиитовой Досимжан Тизикпаев И руководитель оркестра Имени Курмангазы Шамгон Кашгалиев Предложили Четырехструнный Кобыз. Инструменталистка Газиза Преподаватель Казахской национальной Консерватории Имени Курмангазы В конце девяностых Первая решила совместить Звучание Кобыза С эстрадной музыкой Придав современный колорит Древнему инструменту. Я пришла к такому выводу, что чтобы распространить его вот среди широкой массы населения, нужно обязательно внедрить что-то новое. Новым могло быть, естественно, это новая подача, новое звучание. Это те ритмы, те звуки, которые сегодня воспринимаются очень быстро и легко. Это, естественно, эстрадный подход. Поэтому я думаю, что мне это удалось, потому что так народ больше стал о нем знать, больше стал слушать. И я исполняю только казахскую музыку в современной подаче. Новое звучание народному инструменту вдохнул и другой известный музыкант Аслабек Янсепов. Его виртуозная игра на двухструнные музыкальные визитки Казахстана известны не только на его родине. Огромное влияние на становление Янсепова как профессионального музыканта оказали его родители. И прежде всего, отец, домбрист, автор Кьюев, Жасарал Янсепов. Как специалист я сейчас работаю над диссертацией по инструменту домбра. Она вобрала в себя все. Историю, литературу, культуру, математику. Я подготовил концепцию целой программы и получил авторские права. И мне хотелось бы, чтобы наш национальный инструмент умел слушать не только отдельно взятый народ, но и весь мир. Домбра известна со времен саков и гунов. Она изготавливалась из цельных кусков дерева, а струны делали из овечьих кишок. Такая домбра считалась традиционным инструментом салсера, акынов, жирау, киша. Домбровые кеи и около 6 тысяч дошли до нас как живая история народа. Звуки домбры, как незримый мостик между историей и современностью, соединяют поколения духовно. Именно песни казахских степей пролетают весенним жаворонком в поднебесье. И низко, как ласточка перед дождем, собирая утреннюю росу крыльями, разносят эту музыку предков в далекий даль. Абулхаир, скажи, пожалуйста, а сколько часов в день ты проводишь с инструментом? Сколько ты занимаешься? Ну, по-разному вообще. Ну, стандартно я занимаюсь где-то полтора-два часа, три где-то так. Ежедневно? Да, ежедневно. То есть не было такого, чтобы ты в какой-то день не захотел позаниматься, захотел полежать на диване? Нет, это бывает у всех. У всех бывает, правда? Это же правда. Я думала, что с тобой такое не случается. Мы же тоже люди, как бы не роботы. Тоже у всех есть. Я всегда интересовал один вопрос. Как можно на двух струнах извлекать такие звуки? Вот как? На звуке? Ну, я могу просто показать, просто сыграть. Давай тогда просто послушаем. Просто послушаем. Да, с удовольствием. С удовольствием. Вот на праздниках я играю ки нурвисат линдей варку. Сыграть? Замечательно. 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 Спасибо большое, Абулхаир. Мы такое удовольствие получили. Правда, Гарри? Да. Абулхаир, желаем тебе успехов. Мы очень рады были, что сегодня ты был в нашей студии. Спасибо тебе большое. Будем надеяться, у вас большое будущее, огромное будущее и великолепное настоящее. Спасибо. Все о программе «Вся страна» читайте в журнале «Сезон ДМ». Добра и тепла каждому дому. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Традиция пришла к нам из... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok